Приехали мы в Брест Помню Прошлогодние игры Минского Динамо Поэтому и выбирали Видимо Стадион Брестский Приехали с определенным Заделом На выезде Но все равно Шансы я считаю 50 на 50 Команда Воеводина очень Неплохая По нашим меркам даже очень неплохая По белорусским И поэтому матч будет непростой Однозначно Но мы надеемся на поддержку Брестских болельщиков Что каждый игрок Естественно при такой поддержке Сыграть плохо просто не имеет права И конечно Сделать нужный результат К нам присоединился Бегунов Поэтому еще как говорится Один штык у нас есть в активе Ну а так все остальные Кто был Кто был В Сербии Все готовятся к завтрашнему матчу Другие варианты Кроме Бреста не рассматривались Это теперь уже такое Спасное Как ваше ощущение Когда определяли стадион То я думаю Вопросов не должно было быть И планировалось И только Брест Конечно хочется играть дома Но Беларусь это вся наша Наш дом Поэтому я думаю Что все Всегда болеют Независимо Кто играет Еврокубки Если я болельщик Динамо Минск То я конечно вдвойне болею за Динамо Также мы болеем И за Шахтер И за Батей И за Торпедо Поэтому Мы дома Нет Мы Отталкивались От главного аспекта Что мы не проиграли Вот А все остальное Это Как это Вариант Б Вариант А Это все равно Искать Свой шанс В атаке Насколько Сможем Мы это сделать Да Наигрывали определенные Комбинации Но Все равно Каждый матч С листа получается Каждый матч Кто-то новый Новый Вливается И Но Еврокубки Они особо Все-таки Настрой дают И здесь Помимо Каких-то Тактических Технических Моментов На первый план Выходит только Моральный дух Боевой настрой Основ Основ Это однозначно Особенно Для нашей команды Которая Только-только Создается Еще вопросы В двух предыдущих матчах Достаточно консервативно Подходили к изменениям В составе Думаю, что Наверное, завтра тоже Не приходится Ждать больших Во-первых Не из чего Это раз И во-вторых Все-таки Когда есть возможность Чтобы игроки Играли В определенных Звеньях И постоянно То каждый Любой тренер Будет стараться Наигрывать Эти звенья И Если что-то Получается Уже лучше Чем В прошлой игре То Зачем Искать Какие-то Новые Варианты Поэтому Изменения Ясно Что Бегунов Не будет играть В старте Это однозначно Поэтому Все остальное Уже будет Это вот Исходя Будем отталкиваться От игры В первую очередь Конечно В Сербии Которую мы привели Первый Второй Тайм Что получилось Что не получилось И уже Отсюда Естественно И будет состав Будник забил Очень ценный гол Может быть Вы выпустите В стартом составе Ну В общем-то Всегда Есть два варианта Или поощрить Футболиста Который забивает Или же Наоборот Опять Придержать В наше время Был такой случай Гладилин забивал В Спартаке Выходя на замену И забивал Где-то Мечей пять подряд Беско спрашивает А что вы не ставите В основной состав Зачем Когда забивает И мы выигрываем Зачем Стартовый состав Стартовый состав Поэтому тут Уже Опять же Тренировочный процесс Как что получалось У кого И отсюда будем Стартовый состав Еще Вопросы будут Кстати О поощрении Наказания Вы говорили После Ирландии Что будет наказан Хвощинский За то удаление Он был наказан Крой Три игры Еще не прошло Когда пройдет Три игры Мы вынесем Наше решение На сайте UEFA После матча Авторы Голочислить Быков Хлубь Не хотел Помочь UEFA Разобраться Тоже на самом деле Мы подсказали UEFA И показали Прямо там Видео Ну Мы тут знаем Своих Авторов Голок Поэтому Для UEFA Нет Наши цели Другие Не за статистикой Пригнаться За следующий Цепляться За следующий Раунд И туда Стремиться Хотя Я говорю Что матч Будет Очень Сложно И Мы должны Быть готовы Очень Сильно Духом Потому что Вот Вчерашний матч Батте Показал Что Ирландия На выезде Одна Ирландия Дома Совсем Другая То есть Выиграли Всю борьбу Кто Выигрывает Борьбу Тот Выигрывает Бой Поэтому Да Мы играем Дома Мы надеемся На поддержку Болельщиков Ну и Сами Должны Быть Готовы Потому что Знаем Что Команда На карантине Готовится И К домашней игре Они готовились Чемпионаты Сербы На карантине И сейчас Сидят на карантине То есть Серьезный подход Очень серьезный Может быть Они Так Еще никогда Не готовились Долго На карантине Поэтому Соперник Приедет Очень Техничный Очень Мощный В плане Габаритов И мы Должны В этом плане Не уступить А где-то И Превзойти Исключен Когда у тебя У кого-то Ноги сводят У кого-то Уже Круги в глазах На тренировке Нереально Поэтому Каждый Всегда Где-то И на тренировках И кто-то В играх Бьет Пенальти Знает Как бить Остальное Уже Дело Психологии Перед самым Непосредственно Исполнением Потому что Это так же Личный опыт Когда я И забивал Пенальти И не забивал И знаю Что с человеком Происходит Когда он забивает И что с ним Происходит Когда он не забивает Это Прекрасно понимаю И поэтому Лучше Чтобы не было Пенальти Но я знаю Что говорить Ребятам В предыдущие годы Динамо Селилась В отеле Веста На этот раз Переселилась Другой Не боитесь Помнить удачу Я вести В прошлые годы Не жал Поэтому я Считаю Что нужно Готовиться В хороших условиях Чтобы было Меньше Каких-то Отвлекающих Моментов Вплоть до того Что и душно И кондиционеров Только на щебенку Положили Но идти Своим путем И добиваться Максимальных Результатов Каждому Я уже говорил Что каждый Из нас Должен Прибавить Потому что Фарт Они Гостиница Та или иная Дух И желание Тогда Тогда и будет Фортуна На твоей стороне Та или иной 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 Та или иной